Вода плюс 3 градуса, воздух ноль. Даже в отсутствии крещенских морозов окунуться в прорубь полночь желающих было около полутора тысяч. Да и ордан черте города была всего одна. У спорткомплекса трудовые резервы. Подготовка к купанию тщательная. Я первый раз на самом деле окунаюсь. Ну три раза, насколько я знаю, надо окунуться и перекреститься. Спокойно зайти, не раз думаю просто окунуться и выйти. Надо окунуться, встать, окунуться, встать, окунуться, встать. Три раза надо. Десятки метров очереди и пару секунд на совершение обряда. Желающие причаститься к празднику ныряли каждый по-своему. Кто-то молча уходил с головы в воду. Другие еле сдерживали эмоции от холодной процедуры. Крещенская оттепель эмоций окунающихся не поубавила. Говорят, ощущается жара. И скорее всего желание оказаться в плену экстремальных ощущений. В Орле первый раз. А так уже восьмой ход где-то участвую в этом. Стараюсь нырять и летом, и зимой. Первый раз даже дышать не могу. Тепло в том году было холоднее, но вода мне понравилась. Каждый год ныряю. И даже было 15 градусов мороза я ныряла. Очень хорошо. Советую и вам. Рядом с Иорданию дежурили спасатели и медики. Говорят, на всякий случай. Но все же руку помощи иногда приходилось подавать. Нарушений никаких не выявлено. То есть все, в общем-то, осознательно идут на этот, в общем-то, ответственный шаг в крещенские купания. Ну, нарушений никаких нет. Одной из традиций чин великого освящения воды перенесли на следующий день. Считается, что она дает здоровье и духовные силы. Всего же за сутки православного праздника места для купания посетили около 5000 орловчан. Сергей Кравцов, Константин Тимиргалеев, телеканал Первый областной.